С помощью ясновидения легко узнать, что ресурс работы клеточного ядра рассчитан на тысячу лет. То есть нормальная клетка может жить и работать тысячу лет как минимум. По сути, это вечный двигатель. Ведь энергию клетки можно пополнить, а ее тело обновить. Конечно же, надо понимать, что подобный бессмертный режим существования должен обеспечиваться определенными условиями пребывания в вечности. Почему же происходит обратное? Почему мы вместо тысячелетий так недолго живем в наших физических телах? Это происходит из-за неправильной ориентации нашего сознания, из-за доминирующего в нем эгоцентризма, из-за того, что человек привык думать только о себе и стараться как можно больше получить только для себя. До поры до времени у многих это получается. Иногда даже очень долго, по меркам человеческой жизни. Но если бы люди только знали, чем приходится расплачиваться за свое стремление жить только для себя, во имя себя. При этом речь идет не только о тяжелом посмертном существовании, но и пребывании в физическом теле. Что делает человек, когда у него что-то начинает болеть? Понятно, прежде всего он думает, как избавиться от этой напасти. Хорошо, если дело не дойдет до радикальных мер, вроде хирургических вторжений. Очень часто безумие сошедших с ума клеток само доводит дело до летального исхода. Люди-эгоисты, которые живут только для себя, и есть раковые клетки вселенского организма. Но давайте посмотрим, как все же можно бороться с этими паразитарными структурами. Раковая клетка отличается от здоровой тем, что в ее ядре сломана структура разума. То есть она неправильно думает, а следовательно и функционирует. Как говорят в народе, у нее не все дома или крыши поехали. Увы, такая клетка не способна созидать. Она способна только паразитировать на созданном другими. Она как бы больна эгоизмом. Знакомая по жизни картина, не правда ли? Поэтому такая клетка сосет энергию в себя. А рядом находятся нейтральные клетки, про которые можно сказать. Служат ни нашим, ни вашим. Некий усредненный электорат. Электорат, раковая клетка, использует их нейтральность. Она привлекает их к себе и ломает их спирали сознания. Что в таком случае надо делать заболевшему онкологическим заболеванием человеку? Резекцию, как поступает ортодоксальная медицина, химиотерапию. Надо понимать, это путь от плохого к худшему. Мы делаем все по-другому. При помощи ясновидения заходим в раковую клетку, с которой началась вся эта ситуация. Видим, что внутренняя часть ее ядра черная, твердая, как камень. На нее даже смотреть неприятно, не то что работать с ней. Но дело надо делать. Мы выравниваем спираль, устраняем обрывы, если они имеются. Уничтожаем саму запись болезни. Записываем информацию здоровья и гармоничного развития. Внутренняя поверхность клеточного ядра начинает краснеть, оживать. Это уже не рак, а доброкачественная опухоль. Дальше все проще. Две-три коррекции и человек практически здоров. Очень многие приходили в наш центр с раковыми заболеваниями. И большинству из них удалось помочь. Давайте задумаемся, с чего, собственно, начинается зарождение жизни нового человека, где бы то ни было. Всего с одной оплодотворенной клетки, зиготой. Человек может быть маленьким, земным или большим, космическим. Все равно процесс развития его в общих чертах будет одинаков. И некий Иван Иванович, и человек Вселенная в принципе развиваются одинаково. Попробуйте предположить, что это действительно так. И вы увидите, как поразительно совпадают все основные этапы развития человека и Вселенной. Все изменения, как в космосе, так и в человеке, имеют началом изменения сознания. Наполнение себя состоянием любви приводит к тому, что опечатанные негативной энергией гены хромосом открываются, и их внутренняя информация вновь становится доступной для считывания. Хромосома – это живой механизм, который способен воспринимать внешнюю информацию и запускать реакции обратного реагирования. Причем, по необходимости, хромосома может включать в работу и так называемые молчащие гены. То есть гены, программы которых в прошлом не были задействованы. Происходят процессы двух типов. Процесс первого типа – считывание ДНК. Процесс второго типа – синтезирование белка, который необходим в данное время организму. Синтезированные белки под управлением корректирующих импульсов хромосомы объединяются в цепь, которая начинает процесс деления и разрастания ДНК в клеточную ткань. Причем сначала образуется ядро и мембранные оболочки. От ядра до оболочки выстраиваются нитевидные коммуникации, по которым носятся белки, выстраивающие тело клетки. Таким образом, ядро строящейся клетки и ее мембрана изначально являются базовыми структурами клеточной организации. Ядро клетки регулирует степень натяжения нитей, по необходимости втягивает ее в себя, и за счет этого сама нитя затягивает внутрь рецептор мембраны с внешней информацией. Информация по нити передается в ядро клетки, где 46 хромосом, как 46 министров, принимают коллегиальные решения о запуске тех или иных химических реакций. Масштаб и сложность этой работы просто колоссальны. Можно сказать, что процесс управления клеткой даже сложнее, чем управления всем экономическим хозяйством такой огромной страны, как Россия.